здравствуйте мои дорогие друзья ребята это серия номер 2 в зависимости от того в какой частоте вы конечно их смотрите относящиеся к читмилам все что вы хотели знать о правильных неправильных о длительности о чистоте наших читмилов чтобы они не приводили нас в глубокий зажор и чтобы они не приводили нас в тотальный перебор калорий и вообще слез катушек полнейший я посвящаю читмилам целую серию видео где будет несколько нарезанных видео но и конечно же несколько лайвов ребята сегодня мы говорим о супер важном вопросе и его задала нам кристиночка одесса которая потрясающе создала сборник вопросов от читмила за которые я хочу сказать кристиночка огромное спасибо это очень круто это бесподходит каждого человека это должен знать каждый человек который заботится о своем здоровье и при этом хочет кушать вкусно и при этом не сорваться в какой-то определенный момент когда все меня уже все затрахало я больше не могу дайте мне эклер вот это наши темы которые мы будем предотвращать и сегодня мы говорим о следующем вопросе от кристиночки который звучит следующим образом наедаться можно вкусняшка гадостями или здоровой пищей если второе то я расстроюсь кристиночка ни в коем случае не расстраивайтесь вот это очень важно это я бы сказал важнейшая тема о которой я хочу поговорить с вами из всего цикла наших читмилов то чем мы с вами наедаемся мы можем выбрать печенье покупное с шоколадом и с изюмом в американском стиле и с белым шоколадом и это все зафигачить вместе с чаем вы получите вместе с этим очень много трансжиров вы получите вместе с этим печеньем массу полуфабрикатов того что абсолютно мертвая и в этой коробке ничего кроме моментально выброшенных эмоций о кафе жую сладенько все круто через 20 минут жесткое угнетение загрязнение чувства совести и чувство вины и постоянно и хочется вообще вот это сделать ни в коем случае не делать ваш читмил который может оказаться праздником и подарком вашему организму в виде не только позитивных эмоций того что я ем сладкое о боже класс это же просто потрясающе но еще и полезным и крестиночка и все ребята которые смотрят друзья можно любой читмил превратить потрясающе полезное блюдо мой выбор то что я делаю уже годами а почему я отказался от медовиков ребята я ведь отказался от моих любимых медовиков которые я любил падать лицом и делать жесткие зажоры раз в месяц или раз в две недели а потом уходить в голод на 72 часа чтобы от этого очиститься ведь я не просто так от них отказался я вам больше скажу я полностью удовлетворен психологически и физиологически чувствую себя счастливым человеком потому что я обожаю сладкое мой любимейший читмил который даже читмилом назвать невозможно который полностью удовлетворяет все потребности в медовиках в любых других тортах ребята это запеканка творожная которая на этом канале присутствует ее рецепт невероятно полезно даже если вы положите несколько ложек сахара даже если вы будете использовать мед или вы же будете использовать сахарозамитель это не имеет значения жирный творог яйца жирная сметана какое-то количество манки туда заходит все это чистые полезные продукты не пастеризованы если даже вы выберете какой-то творог длительного хранения поверьте это будет в десятки раз полезнее чем вот это сраное печенье из коробки или торт куплены где-то который может храниться полгода это абсолютно мертвые продукты которые как раз и наш мозг стимулирует получить вот этот кайф моментально а потом жесткое угрызение совести вы всегда выбираете чистые продукты на ваш читмил я вам клянусь моя любимая запеканка полностью удовлетворяет мои потребности в читмилах я ее готовлю абсолютно разными вариантами на этом канале есть рецепт запеканки который уже старый достаточно его модернизирую добавляю туда фрукты бананы разные ягоды всегда в основе лежит просто килограмм или килограмм 250 или полтора килограмма творога и вы к этому добавляете жирную сметану все это дает ощущение того что вы кушаете просто торт и вам просто больше ничего не хочется это потрясающе удовлетворяющий триггер который дает вам классные жиры которые вас защищают это дает вам безусловно какое-то количество углеводов но это никоим образом даже рядом не лежала с какими-то углеводами из мороженого например купленного в ларьке это офигительно сырники мои дорогие друзья только что делился в пг марафоне с моими эпичными марафонцами знак уважения и подарка к окончанию последнего марафона мощнейший рецепт сырников и домашнего клубничного варенья было просто эпично красота такая почему нельзя сделать самостоятельно варенье это же элементарно просто ребята вы берете любые ягоды вы накрываете крышкой перемытые очищены доводите до кипения выпариваете в блендер перебили добавьте хрен с ним в эти два килограмма ваших ягод 5 ложек чистого сахара тростникового нерафинированного и вы получите минимум сахара на вот такую кучу варенья это вкусно это ваше настоящее варенье не хотите сахар добавлять добавьте туда сахарозаменитель добавьте туда мед в конце концов я вас уверяю это лучше чем покупная сгущенка это лучше чем разбавлены мед это самое лучшее и вы не получаете такой концентрации быстрых сахаров вы удовлетворяете полностью свои потребности готовите эти обалденительные сырники запеченные в духовке ребята еще нет этого рецепта на канале заклинаю вас ищите элементарно просто ваш торок ваша манка ваши все стандартные ингредиенты на запеканку только вы это вкладываете формы запекаете и затем сверху этим вареньем мама дорогая это нереально это полностью удовлетворяет вас во всех потребностях сладкого вы чувствуете счастье вы не чувствуете себя просто жертвой всечеловеческой которой нужно поставить памятник в каждом городе потому что вы сегодня не съели что-нибудь гадкое сладкое не получили эти эмоции вы не чувствуете вот это ощущение того что я что-то упускаю каждый вечер когда ложусь спать поверьте меня тоже это посещают и вот такие решения на основе творога они потрясающие и они полностью одобрены мной вы можете держать потрясающую физическую форму низкий процент подкожного жира не иметь инсулино-резистентности и обязательно практиковать pg-протокол 20 на 4 и так как я говорил в прошлом видео о длительности ваших читминов ваша запеканка заходит в конце всегда в конце она является отдельно стоящим блюдом она заходит всегда в конце даже при слове что я ее считаю потрясающе чистой полезной и домашней и супер крутой она все равно содержит какие-то углеводы и они должны идти только после основного приема пищи обязательно каждый день не забываем о рыбьем жире который я рекомендую приему 6 или 10 грамм каждый день не исключая ни дни голода ничего обязательно ваши жиры должны быть перед сном я пью свои 10 грамм рыбьего жира в этом есть видео почему сейчас заговорил о нем потому что вы обязательно после всех 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 приемов пищи дневных или же вечерних вечером добавляете еще рыбий жир и немножко так сказать оккультуриваете ваши жиры попавшие ваше жкт это могут быть жиры насыщенные вам нужно ненасыщенных получить какое-то количество каждый вечер это идеальная составляющая вы от делаете ваше открытие основной прием дальше ваша запеканка и фантастика перед сном просто 6 10 грамм омеги-3 и все фантастика я вас уверяю вообще никаких последствий и проблем с организмом но инсулинорезистентности либо ухода в глубокие зажоры при вот такой схеме нет спасибо вам огромная кристиночка за то что затронули эту важнейшую тему которую мы раскрываем в серии видео ребята обязательно подписывайтесь на канал именно здесь нажимайте кнопочку рядом с подпиской звоночек такой чтобы не пропускать эти аплоуды регулярные и не пропускать начало лайв эфира друзья мои я позитил отвечать на остальные вопросы от кристиночки связанные с читмилами и мы двигаемся ребята только вперед и и и и и и